Скажем, шансы были велики, чтобы обыграть в Макаби. Вага не особо эффективный майсер был. Понятно, у Капана Кирича другой взгляд на футбол. Как вы оцениваете перспективы тандема Вагнер-Лабжао-Пауэлла? Не то, что разногласия, но просто у Кирилла свое видение было. А структура чуть-чуть изменилась, если можно. Чуть-чуть приоткройте, пожалуйста, глаза. Ну, мы до этого играли, не секрет, против мяча 4-2-2-2. Сейчас Кирилл играет тромбом. Давайте вы напоследок пожелаете нам, чтобы у нас все было как в Германии в футбольном смысле. И будем прощаться. Друзья, привет всем. Вы на канале Спортс Тру. Сегодня выпуска футболя о Лиге Чемпионов и о Балматинском Кайрате. Команда Кирилла Кекера очень удачно начала Еврокубковую кампанию. 1-1 в Хайфе. Для матча в Израиле это очень хороший результат. Учитывая, что через несколько дней предстоит ответная игра на центральном стадионе, причем со зрителями, все это нам светит проходом во второй раунд. Ну, не будем, конечно же, загадывать, чтобы не сглазить, но пока все кажется очень удачно. А для меня еще одна удача. Удалось поговорить об этой игре, об игре в Хайфе в Израиле, с экс-наставником Алматинского Кайрата Алексеем Шпилевским, который любезно согласился рассказать не только о том, что он увидел в данном матче, но и о том, как складывались его взаимоотношения, рабочие с некоторыми игроками, с Кириллом Кекером и с Курбаном Бердыевым. Несколько очень важных, интересных нюансов, касающихся тактики и многое другое. Даже тему Жуао Паулу затронули. Подпишитесь на канал Спортстру, не забывайте, что лайки и комментарии помогают в продвижении моего контента. Ну, а я постараюсь сделать выпуски для вас почаще. Поехали. Больше 15-20 миллионов евро. Маленько. Немного не туда тратятся деньги. В хорошей жизни, бог с ней пошли. Ну, почему ты вот такой человек? Тогда я беспредельщик. Нет гратору. Ведет страну к краху. Я слово даю мне сейчас. Вы можете спорте Стру. Алексей Николаевич, здравствуйте. Приветствую вас, рад вас видеть. Сначала в сторону, чуть-чуть, буквально на две минуты. Как вам полуфиналы евро? Спасибо, здравствуйте. Взаимно раз так же видеть. Уже соскучился, если честно. По мне? Да, по вам. По вам особенно. Как полуфинал, если честно, я очень-очень мало футбола смотрю сейчас, потому что действительно очень-очень занят своей командой. Очень много дел. Сейчас у нас пятисезонный период. Сейчас мы еще очень много переговоров с футболистами ведем. Поэтому, если честно, время особо не было так. Мигом смотрел пару минут именно вчерашнего матча. А так, чтобы сказать, полноценный матч уснял действительно очень-очень мало времени. Ваши общие впечатления от результата игры Кайрата? Ну, первое впечатление, во-первых, молодцы, что после 1-0 еще сумели сравнять. Просто я сегодня еще узнал, что ввели новое правило, что именно забитый гол на выезде особо не имеет особого значения. Поэтому команда должна сейчас побеждать. Это будет тяжело. Но я, честно скажу, что Макаби меня не особо впечатлил в прошлом сезоне. Они гораздо сильнее были. Видно было, что не хватало Никиты Рукавица, который недавно прислал команду, покинул. Плюс у них еще играл голландский нападающий. Билдс Хун, седьмой номер слева. Капитан команды, десятый номер. Тоже уже не тот, который был. Поэтому особого впечатления Макаби не оставил. Насколько, чтобы было понятно моим зрителям, вы сотрудничали тесно с Кириллом Сергеевичем Кейпером? Ну, с Кириллом мы два года вместе работали. Он был моим помощником. Поэтому за два года у нас очень-очень хорошие отношения сложились. Поначалу, понятно, были какие-то разногласия. Не то, что разногласия, но просто у Кирилла свое видение было. Футбола под началом тоже тяжело было понять то, что мы хотим. Но потом, думаю, через сколько-то месяцев он понял, что действительно именно этот стиль принесет успех. Для него тоже очень много-много вещей было. И потом он уже настолько все внедрил, что уже сам ни капельки не стал отходить от этого. И также все потом применял. И когда он сейчас стал главным тренером в Карадже Старе, сейчас я вижу, что стиль также продолжается. Понятно, немножко структура изменилась. Сами принципы, думаю, все равно еще Кирилл внедряет. Поэтому, я думаю, это его заслуга. Поэтому хорошую работу сейчас проделал. А структура чуть-чуть изменилась. Если можно, чуть-чуть приоткройте, пожалуйста, глаза. Ну, мы до этого играли, не секрет, против мяча 4-4-2-2-2. Сейчас Кирилл играет тромбом 4-4-1-3-2. Нападающий пытается атаку соперника именно накрывать так, чтобы соперник играл через середину. Понятно, не всегда получается, если нападающий, скажем, не тот угол или через не с того угла нападает, что в передаче иногда, если особенно крайние защитники очень низко опускаются, проходит. Ну, тогда приходится восьмеркам, это играл Айбол играл, Небо играл, приходится им атаковать. Ну, сама задумка такая, что хотят именно атаку в середину управлять. И за счет своего, скажем, за счет позиции Дениса Полякова, опорного полузащитника, есть всегда один центральный полузащитник, который именно держит зону перед центральными защитниками. Получается, что тоже высокий прессинг, просто немного другая формация, да? Да, да, да. Одна из самых важных и приятных новостей, что все-таки, несмотря на ужесточение карантина, на центральном стадионе будут допущены зрители на ответный матч Лиги Чемпионов Кайрат Маккаби Хайфа. Я думаю, это поможет казахстанскому клубу добиться желаемого результата. Ну, а разогревать этот матч для всех, для нас, будет не что-нибудь другое, а финал Чемпионата Европы по футболу Италия-Англия. Крутейший матч уже 11 июня. Для меня, конечно, в этой игре есть фаворит, и вне зависимости, на самом деле, от участников, матч не может не вызывать интерес. Но если все-таки вам по какой-то причине этот интерес нужно подогреть, то для этого есть спонсор канала SportsTru, компания 1xBet. Партнер канала предлагает вам участие в суперакции, которая называется 1xEURO. В рамках этой акции вы выигрываете ценные призы. Все подробности вас ждут по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Ну, а я, конечно же, не забуду напомнить вам еще об одном очень важном нюансе. Компания 1xBet предлагает вам супер-бонус 200% и сумму 260 тысяч тенге при регистрации и первом пополнении. Опять же, все подробности ждут вас по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Все, что вам нужно, это промо-код от канала SportsTru. Ну, я знаю, что Курбан Бекиев тоже хотел в личном со мной разговоре иметь всегда одного центрального полузащитника, который будет чистить перед центральными защитниками. Для него это было очень, не то что опасно, но иногда непонятно, почему мы именно зону перед центральными защитниками открывали. Я уверен, что он тоже так же дал подсказку такую Кириллу, чтобы он над этим задумался. У меня было ощущение, что с Курбаном Бекиевым договорились, что он все-таки будет курировать как-то больше московский проект. И я не ждал, что он будет давать рекомендации по поводу работы в чемпионате Казахстана или в Лиге чемпионов, по поводу работы Алматинского Кайрата. Много ли у вас было разговоров? Ну да, мы с ним общались, конечно, общались. Понятно, у Курбана Кича другой взгляд на футбол, но все-таки человек поработал на топ-супер-уровне с таким опытом в Лиге чемпионов. И не просто так человек добился большого результата в чемпионате России. Понятно, у него принципы, видение немножко отличается. Мы все-таки больше хотим насыщенности, больше динамики. Где-то для кого-то, может, это будет очень рискованно. Ну, это для него, может, и было не то, что непонятно, но что-то новое, когда человек, понятно, это не испытывал. Какие-то возникают вопросы и пытается свой опыт нам передать. И наше дело, или мы это принимаем, или дальше гнем свою линию. Понятно, я что-то для себя подчеркнул, но все равно от своего стиля я не стал отходить. И Кирилл, видимо, наверное, от этого что-то подчеркнул и все-таки внедрил. Поделитесь еще каким-нибудь высказыванием, каким можно от Курбана Бехевича, который запомнится, понравится, зацепит зрителей. Может, хвалил вас. Ну, что он говорил? Ну, говорил мне, рассказал, во-первых, опытом делился того, что в каких-то ситуациях, как он кому подход искал, как он работал именно со звездами в своей команде. Там были различные ситуации, какие ситуации, как он ситуацию решал. Форс-мажоры были, не знаю, про пенальти, там какая-то психология, или можно тренировать, или какие методы есть тренировок, про стандарты, разные варианты, какие минусы, какие плюсы. Потом, что мы еще? Ну, различные технические схемы разбирали, какие плюсы, минусы. Как он против Барселоны играл, как он к этому готовился, на что обращал внимание. То есть, ну, такие вещи. Не то, что там что-то было сверхъестественное, но все равно интересно услышать человека, который действительно дащит силы на себе и очень хорошо это практиковал. Эту игра с Макабио целиком посмотрели? Ну, почти, почти. Я, честно, очень ждал, очень болел, переживал за своих ребят. С некоторыми перед игрой еще связался, пожелал удачи. С Кириллом тоже мы разговаривали. С тренингским штабом все-таки еще отношения у нас очень теплые остались. А так, ну, молодцы, еще раз говорю. Молодцы, что главное, что не проиграли. Сейчас все в своих руках. Тем более, если, как я читал, будет матч с полными трибунами, это дает им, обязательно подаст очень большой импульс. И я помню, как когда мы играли при полных трибунах в еврокубковых матчах, алматинцы очень ждут этого матча. Я уверен, что с счет поддержки это даст им большой-большой стимул вперед. Вы говорите, что созвонили все-таки перед игрой с Кириллом Сергеевичем еще. А вы обсуждали игровую модель или только удача, пусть все получится вот на таких тонах? Не, ну, конечно, я интересовался, как они, на что они обратили внимание. Анализировали они прошлогодний матч. Будут ли они что-то менять в своей сейчас структуре или все-таки останутся при этом? Плюс меня интересовало, как обстоятельства у Дина Микановича, потому что это прям был ключевой футболист, как у Жиги, почему Жига не играет. Я-то понимаю задумку, что именно вот эта структура Наполинова, это не для Жиги. Но все равно все-таки интересно, почему именно он так решил. То есть не только удачи желал, но и о тонких деталях поговорили. Начиная от стартового состава в этой игре до замены во втором тайме. Ну и вообще все ли решения вам кажутся оптимальными с вашей точки зрения? Ну я считаю, что именно как Макаби себя показал, я считаю, в этом матче они могли и обязаны были выиграть, потому что они реально не удивили. Они играли, гнули свою же линию Макаби, 4-3-3, очень широко и глубоко растягивали игру. То есть зоны были огромнейшие. Я считаю, что мне компактности не хватило. Я бы немножко другую структуру выбрал. Но опять же, сейчас сдалека что-то рассуждать. Я считаю, их можно было словить на том, чтобы если агрессивнее, компактнее атаковать, смогли бы гораздо больше контратак провести и соперника, как говорится, ужали, потому что у них разрывы сумасшедшие были и не было того контроля, той динамики, которую они имели в первом сезоне. То есть я считаю, что могли гораздо больше и лучше воспользоваться с ним шансами. Пропущенный гол в конце первого тайма это усталость, случайность или что? Ну там надо вспомнить, с чего это все началось. уже сейчас там момент два футболиста. 46-я минута, первый фланг, проход Вингера и Камо Аганисян немножко выворачивается полубоком в тот момент, когда на замахе его обходят. Обыгрывается второй игрок и пробивается мяч. Ну да, 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 да. Ну слишком легко, слишком легко. В-первых, Камо дал обыграть футболиста, потом еще не помню, кто в опорной зоне мог тоже подключиться и не подключился. Дуга тоже слишком близко дал себя связать с центральной подачей, который в стенку сыграл, ну и потом это мастерство решило, которое очень хорошо вошел, одно касание убрал и отлично завершил. То есть я считаю, там пассивно, но опять пассивность, это уже, это вторая, предпоследняя инстанция была перед, перед братарем. То есть уже изначально до этого должны были, не дали, не должны были дать, потому что вообще к этой ситуации привело. со стороны нашей команды что произошло? Мы устали? К 46-й минуте в Израиле воздуха нам не хватило? Жарко, сильно душно или нервное напряжение? Ну, это усталость тоже присутствует, играет свою роль, конечно, но все-таки мы к этому и готовимся, но я знаю, что в Израиле очень-очень тяжело играть и тем более сейчас еще зрители присутствовали, которые очень-очень хорошо подействовали на исход своей домашней команды, поэтому это ребят тоже впечатлило. Ну, то, что я видел именно со стороны, что то давление, которое они оказывали в том году, того давления в этой игре не было, поэтому могли, могли и могли, скажем, шансы были велики, чтобы обыграть Макаби именно в этом матче. Ну, понятно, что усталость присутствовала 100% именно в этом моменте, в этом эпизоде. Вагнеру приходится, как мне кажется, играть все-таки на двух позициях одновременно практически и даже на трех. Он не только играет плеймейкера и у нас три, оказывается, но еще и частенько опускается, вынужден опускаться в опорную зону, чтобы там забирать мячи и снова начинать разыгрывать. У него такая задача или он по ситуации видит, что он нужен на этом участке поля? Вот как это происходит? Как вы, когда работали с ним, как это решалось? Ну, именно в этом расположении, в этой структуре, если играть в ром, и вага оттянутого нападающего играет, то, понятно, вследствие он должен помогать своим трем, потому что тут никак, если двух нападающих обрезает и еще вага будет оставаться высоко, то будет, скажем, тяжело тот коллективный прессинг осуществлять, как мы это хотим. Поэтому он обязан, но опять же, надо не забывать, что ваге 37 лет и не забывать о том, что мы хотим от него видеть, именно эту, не то, что свежесть, но его продуктивность именно после перехвата. Поэтому я считаю, что ему приходится сейчас очень-очень много работы назад делать. И, ну, опять в чемпионате он хорошо себя проявил после моего ухода, поэтому, но опять другое сопротивление было, поэтому сейчас трудно рассуждать в этом матче. Я считаю, что вага не особо эффективный матч сыграл. Ну, может быть, просто он таскал рояль, что от него не часто ждут, от него все-таки больше ждут, что он будет создавать яркие эпизоды, а тут ему приходилось действительно пахать газон. Ну, соперник, мы говорим о Лиге Чемпионов, тут не бывает легких соперников, тут должны все без исключения участвовать, и потом, если ты будешь поодиночке выдергиваться, и соперник сумеет тебя, скажем, по полю таскать с одного фланга на другой, то энергия теряется, и уже когда-то, когда компактности не будет, и уже потом той энергии не будет после перехвата, что уже и точность будет страдать, и ошибки будут повышаться. Это было следствие того, у меня не возникло вопроса по поводу самоотдачи игроков, наверное, не по поводу вообще никого, но есть ощущение, что достаточно высокий процент брака в передачах, причем невынужденных так называемых передачах, в исполнении Дугалича и Суембаева. Правильно я понимаю, что все-таки такая проблема в Кайрате есть, или я надумываю? Ну, опять, это все-таки матч был очень-очень такой, с ментальной точки зрения. Ребята помнят особенно, я тоже читал очень-очень много критики в адрес Дуги, это тоже человек не просто так через себя пропускает, и я знаю Дугу, что он очень к этому чувствительно относится, какой бы он ни был, скажем, моего фасад такой, что я такой крепкий, я Дуга, но все равно он очень сентиментальный человек. Я считаю, что Дуга очень-очень много хороших матчей за нас провел, он, скажем, ну нельзя, люди просто очень быстро забывают все положительные и хорошие качества футболиста. Да, понятно, у Дуги есть свои минусы, но если бы эти минусы у него не были, он бы не играл в Казахстане, это тоже нельзя забывать. И Гафур, это тоже человек с большим характером, и когда он надо, в нужный момент он всегда показывает себя с супер стороны, поэтому я тут не хочу их осуждать или что-то говорить про них плохое, потому что я их очень сильно уважаю, ну это надо анализировать, понятно, в индивидуальной беседе, разговаривать. Но они футболисты, те футболисты, которые, скажем, именно дали Кайрату то, к чему они, скажем, 16 лет шли и, да, свою часть несли. Отсутствие правила выездного гола, у нас при этом есть возможность пригласить зрителей на трибуны, там какой-то определенный процент, в общем, хороший ничейный результат в выездном матче, но что нужно добавить сейчас Кайрату, чтобы, собственно, уже без проблем пройти первый раунд с этим Макаби, что нужно показать? Ну, будем играть дома, я надеюсь, что не так жарко будет, ребята знают, они привыкли играть на своем центральном стадионе, уже не такая большая влажность будет, вечером не особо жарко будет, поэтому надо обязательно, я раздумал на расположение, особенно в фазе против мяча, добавил бы больше агрессии, выше бы стал атаковать соперника, потому что я, еще раз говорю, вчера не увидел тот Макаби, который, ну, какую-то опасность создаст, тем более дома еще зрители, тут нечего бояться, вспомните просто наш ответный матч, когда мы играли дома с Бершевой, там, к сожалению, в меньшинстве остались, но мы также с первых секунд начали высоко давить, хотя в первом матче мне казалось, что на своем домашнем стадионе нам будет очень-очень тяжело с ними играть, потому что команда казалась очень техничная, ну, это все-таки было связано действительно с климатом, зрители, и соперник именно на выезде не показал то, что они показали дома, и то же самое будет и с Макаби, поэтому здесь нечего бояться, играем дома, или играет дома, Кайрат, только вперед, и максимальная агрессия, высоко атаковать, тем более сейчас в них матчей больше не будет, они могут полноценно всю неделю готовиться к этому матчу, быстро восстановиться, и тем более еще новичков подписали, может какую-то свежесть добавить, хотя я думаю это с футболистом, ну, который, ну, Ян, да, Ян, 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 Ян знает наши требования, наши принципы, по остальным футболистам надо смотреть, как они, насколько они готовы, смогут ли они помочь команде именно в таком важном матче. А если функционально футболист готов, но все-таки еще не вписан в игру, трудно ли его за неделю вписать в игровую модель, вот одного игрока? Одного, я считаю, можно вписать, 100%, тем более, если у футболиста присутствует сумасшедшее качество в атаке или с мячом, и есть какая-то игровая интеллигенция, то можно через теоретические занятия очень быстро футболиста внедрить в коллективный футбол. Как вы оцениваете перспективы тандема Вагнер-Лаб-Жалопау? Ну, Жалопау забивной игрок с отличным завершением, ну, понятно, футболисту уже не 18 лет, все-таки Вардабасы, они играли очень специфически в футбол, пассивный, пассивный, скажем, футбол, который заточен только на владение мяча, и футболисту давали полностью свободу именно в обороне. Тут в Кайрате он не имеет права, тем более, ну, знаю, что тот же Хосе Канте или Вага не столь агрессивны и эффективны именно в отборе, как тот же Аббат был, а если таких будет больше, чем одного-двух футболистов, уже коллективный футбол, или коллективная фаза в отборах может пострадать, поэтому тут надо тренеру решать, но я считаю, если они будут все трое на поле, будет тяжело, будет тяжело. А Шушинача с точки зрения отбора и прессинга заменила им где-то в этом смысле? Артур молодец, молодец, с шансом воспользовался, я очень рад, что он восстановился после своей травмы, он начал еще это присутствовало, он еще боялся вступать в единоборство, ну, это вполне нормально, молодец, статистика говорит все за него, поэтому молодец, пускай так дальше продолжает, я ему только желаю удачи. Как оцениваете шансы Кайрата на второй раунд? Проценты, пожалуйста. Я думаю, что пройдут, уверенно пройдут 70-30 в пользу Кайрата. Ну и напоследок скажите, когда мы сможем поболеть за вас в Бундеслиге? В Бундеслиге? Ну, будем стараться, все-таки команда у нас с маленьким бюджетом, маленьким бюджетом самая главная основная цель клуба, это уже последние пять лет не остаться, оставить путевку во второй Бундеслиге. Здесь город только этим живет, если команда играет дома, то все жители этого маленького города идут только на футбол, это я ощущаю, на каждой тренировке, и на каждой тренировке присутствует очень-очень много зрителей, и реально очень здесь футбол любят. Мы вчера играли товарищеский матч с Вольфбургом, который будет в Лиге чемпионов в групповой стадии играть. Уже побывал на футбольном стадионе, ощутил эту атмосферу, ощутил полностью окружение футболя. Ну, действительно, приятно играть на таких стадионах против таких соперников, поэтому я реально скучал. Да, понимаю. Ну, давайте вы напоследок пожелаете нам, чтобы у нас все было как в Германии в футбольном смысле, и будем прощаться. Да, я очень сильно надеюсь, но если я вижу и читаю истории про футбольный клуб Родобасы, то я не знаю, куда это идет. Поэтому, к сожалению, в Казахстане только есть один карат соведающий, который делает для футбола очень-очень много, все остальное только на короткий срок думают, и очень мало будущего. Хотя футболисты есть, большая страна, я уверен, что если бы были правильные люди в власти, что можно было также и в Казахстане выстроить очень хорошую структуру. Очень много играет в футбол, очень много болеет за футбол, дети интересуются футболом, куда бы мы ни приезжали, на любой выезд. Я видел очень много маленьких детей, мне много очень писало с других городов, можем ли, могу ли я их пригласить в Кайрат. Поэтому есть люди, которые, или дети, люди, которые любят футбол, просто им надо подать платформу и создать эти условия. А мы, к сожалению, или в Казахстане, этого, к сожалению, очень мало делается. Думаю, что это очень интересный разговор и спасибо, что этот выпуск вы досмотрели до конца, подчеркнули некоторые важные детали, на которые я предлагаю вам обращать внимание во время ответного матча против Маккаби. Желаю удачи Алматинскому Кайрату, очень хочется казахстанский клуб увидеть в групповой стадии Еврокубка, а с вас прошу подписки, лайки, комментарии, все это помогает в продвижении контента. Мы увидимся совсем скоро, пока! Субтитры сделал DimaTorzok